Игорь, какое сейчас у вас количество персонала на ваше производстве и испытываете ли вы проблемы с подбором персонала? Доброе утро всем. Совершенно верно. В прошлом году, в мае месяце это все началось. Я думаю, это почувствовали большинство из здесь сидящих руководителей, сотрудников производства. Была действительно очень тяжелая ситуация с подбором персонала. Мы зашли в сезон, был ряд факторов, в том числе это опять ковидные меры. И запомнив ту ситуацию, из которой мы выкарабкивались достаточно долгое время, долгое время для производства, месяц, полтора, это уже огромный срок. И за этот месяц происходят изменения, которые потом восстанавливать приходится очень долго. В этом году мы такой потребности и проблематики абсолютно не чувствуем. Но это несколько факторов. В первую очередь мы учимся на своих ошибках. Мы проанализировали, что пошло не так. Да, безусловно, на внешние факторы мы воздействовать не можем. Но на внутренние факторы, на мотивацию персонала, на планирование графика отпусков, на вовлечение их в процесс трудную минуту мы работать можем. И планировать это мы тоже можем. Повышение производительности, в том числе, не прямо пропорционально рост персонала. Это то, что дает нам эффективно пройти трудные высокие сезоны в плане оттока персонала. На данный момент у нас работает порядка 800 человек. В том году это было 1000. И это ни в коем случае не сокращение. При увеличении объемов отгрузок более чем в два раза, мы сейчас говорим про фабрику кухни центральную X5, мы количество персонала снизили на 20%. Это означает о том, что мы растем в производительности. Как раз то, что открывало нашу сегодняшнюю первую часть. Вот 800 человек сейчас. Соответственно, в рамках этого вы точно перестраивали команду. Вот как перестраивать команду и при этом как заряжать и заражать команду на результат? Потому что если вы два раза выросли и при этом уменьшили на 200 человек, то же это все должен выполнять. Как? Я придерживаюсь точки зрения, что все-таки все сотрудники, middle management, линейный персонал это отражение руководителя. Какую энергетику несет руководитель, ровно так и будет работать ваши сотрудники. Если руководитель медлителен, если он долго осмысляет, если он сомневается, ровно такие же действия будут предпринимать и ваши сотрудники. Действуйте молниеносно, осмысленно, быстро и самое главное, общайтесь с линейным персоналом. На любом уровне люди должны работать на земле. Я директор фабрики достаточно крупного производства, но я большинство своих сотрудников из этих 800 знаю по именам. И это важно. Это команда образования, это цели, это принципы, это то, ради чего люди идут за вами. Они видят, что каждый из них вам важен, они этим мотивированы, они понимают свою ценность, они осознают, что каждый из них это пускай маленький, но механизм в общей большой машине. И делитесь с ними достижениями, целями. У нас уже достаточно длительное время, в трудную минуту есть правило. Когда мы идем на какие-то рекордные отгрузки, либо мы движемся в какие-то сложные моменты, весь бэк, весь офис, а офис это более 100 человек, они встают и добровольно, ключевое слово, добровольно спускаются на линии фасовки, на комплектацию. Они встают плечом к плечу к поварам, рядом со мной, рядом с поварами. Мы делаем это, то, что делают обычные повара, фасовщики, упаковщики, заготовщики, делаем это вместе. И вот такие моменты дают как раз-таки рывки вперед и вверх. По-моему, кто-то прослезился. По-моему, кто-то прослезился, я прям вижу. Нет, ну такой заряжающий спич. Но по-другому никак, я понимаю, что мы с вами руководители, поэтому мы руководители, мы ведем за собой людей. И вот мотивация персонала, что нового можно сделать. Мы, естественно, готовясь к этому мероприятию, я же, знаете, я же понимаю, что я на сцену выведу человека, с которым действительно есть о чем поговорить. И мы уже говорили о том, что есть определенные вещи, которые вы используете для того, чтобы вот этих 800 человек подтянуть и зарядить новой мотивацией. Поделитесь этим кейсом, что именно у вас такого нового сделано. Наверное, правильнее будет привести пример отчасти. Мы тоже уже подходили к нему. В конце прошлого года волевым решением было принято изменение условий работы логистического комплекса. Так как у меня в производстве логистика тоже идет в единой структуре, в декабре месяце высокий сезон. Вы понимаете, да? То есть это сезон, когда лучше вообще ничего не трогать. Лучше вот затаиться и аккумулировать все силы. У нас не было выбора, мы полностью перезапустили логистический комплекс. В этот момент мне необходимо было прощупать, а действительно ли та производительность, которую мы закладывали в финмодель, предельно. То есть нужно было как раз повесить эту морковку вперед, чтобы в моменте посмотреть, не на постоянной дистанции, а в моменте посмотреть, а где же тот действительно предел. Мы провели такой локальный конкурс, замотивировали индивидуальные показатели. Один победитель, супер приз. Декабрь месяц, новогодние подарки, у всех траты. И предложили сотрудникам логистического комплекса показать свой максимум на короткой дистанции. Дистанции в две недели, не более. Прощупали, поняли, где тот потолок, выше которого человек не может прыгнуть. Но и в прыжке человек зависнуть тоже не может. Проанализировали, проработали несколько месяцев до марта включительно на определенных целевых показателей. А потом сделали такую историю, как сверх премия. Повышающий коэффициент. Есть целевые показания, когда сотрудник получает часть его дохода, зависит от выполнения поставленных целей. Но если он прикладывает большие усилия, он делает рывок, он встает на носочки, он тянется вверх, то его мотивация не должна быть в прямой пропорции, она должна быть сразу с отрывом в большую сторону. Он должен чувствовать о том, что, а если я буду расти, развиваться, стараться, то я буду получать не на тысячу рублей больше, а сразу на пять, на десять. И когда люди начинают тянуться, они аккумулируют друг друга. Они смотрят друг на друга. И я абсолютно не согласен с тем, что соревнования должны быть между ресторанами. В моем случае магазинами. В моем случае не магазинами, в моем случае производства. Но внутри структурных подразделений правильная мотивация и правильный конкурс работают. Работают отлично. Чуть подпрыгнуть, да? Чуть подпрыгнуть. Есть ли говорить про, тоже, кстати, сегодня уже проявился вопрос на тему, как избегать провала персонали в дачный период? Что вы сделали для того, чтобы действительно не наблюдать вот эту историю, когда у вас отток персонала на дачный период? У нас производство находится не в центре города, мы находимся чуть за городом. И у нас сказывается фактор очень сильно. Все-таки мы обеспечиваем наших сотрудников такими вещами, как автобусы, которые привозят, отвозят их на рабочее место. Это все-таки поддержка, и люди это ценят. Но, тем не менее, финансовая составляющая немаловажна. И когда формируются бюджеты, все-таки рекомендую думать о том, что в мае, а, скорее всего, во второй половине мая, либо начале июня, люди начнут приходить и говорить, ой, так устал, хочу в отпуск. И в этот момент вы им должны дать ответ. Вы не можете их заставить. Если человек захочет, он все равно пойдет в отпуск. То есть воздействовать на него физически вы не сможете. И мы в своем случае предприняли немножко другую меру. Мы уже изначально при бюджетировании затрат на следующий год заложили небольшую индексацию. То есть мы к моменту начала сезонного спада по персоналу ухода в отпуск продумали денежную мотивацию на постоянную основу. Это не премия за то, что не ходишь в отпуск. Это просто повышение уровня дохода на период. И люди, нет, не на период, на постоянную основу. Но здесь нужно учитывать, где мы находимся на рынке по оплате труда в данный момент. В любом случае рынок индексируется. И рано или поздно вы все равно раз в год проходите через какие-то незначительные, но индексации. Ну так поставьте приятное с полезным. Так делайте эти индексации в тот момент, когда они сработают вам на пользу. Вот простая формула. Никогда они уже пришли и все начали просить денег и шантажировать в какой-то мере. Срабатываем на опережение, показывая и внимание к персоналу, и решая свои задачи. Отличный рецепт, потрясающе. Я считаю, что не надо заниматься улучшением в производительности труда, который зависит исключительно из человеческого ресурса. Нельзя выжимать из человека все соки. Моральное состояние персонала, оно должно быть стабильным. Дойдите, прощупайте, определите планку и не переходите черту. Иначе вы получите отток персонала, снижение качества и в конечном итоге снижение той производительности, которую вы имеете сейчас. Ух, я думаю, еще раз надо поаплодировать на этом моменте. И уже финальный вопрос, прежде чем мы уже будем переходить к пленарной части и пригласим других коллег. Мы разговаривали о кейсе поиска новых сотрудников. Вот какие сервисы используются, мы частично сейчас услышали Анастасии. Я уверена, что ваши коллеги также помогают вам таким образом подбирать. Но вот этот неудачный пример, который мы обсуждали. Поделитесь этим кейсом. Очень интересно будет, как к этому отнесется наша аудитория. Вот честно, это для меня было удивлением. Ну, действительно, мы месяц назад с Натальей разговаривали. И у меня был кейс год назад. Это было ровно в июне месяце. Наше производство находится, как я сказал, в небольшом отдалении от города. Это буквально 10-15 километров. Вроде бы уже еще Москва. Но уже плотность, так скажем, потенциального сотрудника уже ниже. И все методы хороши. И в тот момент я просил HR-департамент очень плотно мониторить, что происходит на производствах вокруг нас в непосредственной близости. Там радиус 10 километров. И в один день ко мне приходит руководитель HR. Говорит о том, что у нас есть информация, что достаточно крупное производство. Я не буду его называть ни в коем случае. Это неправильно. Закрывается. На этом производстве работает много сотрудников, в том числе фасовщики, люди с хорошей моторикой рук. То, что нужно любому пищевику. Я говорю, значит, мы едем на это производство, встречаемся с HR, встречаемся с руководителями. И говорим о том, что мы, компания, здесь в непосредственной близности, которая может сама привезти, увезти персонал, дать полный соцпакет и нормальную атмосферу для работы. Уезжает HR-директор, возвращается словами, а мне сказали, им это не нужно. Я вот реально в недоумении, я говорю, подожди, с кем общались? Общались с высокопоставленными, ну, не с директором, да, но второй уровень. Я говорю, как работодатель, который закрывается, может… Надо отметить, что это долго работающие производства, которые… Ну, действительно, нам неудобно говорить про, что за компания, вот, но это долго работающие производства, которые определенные несли ответственность перед своим персоналом. И когда появилась возможность их пристроить… Да, абсолютно не укладываясь в голове, то есть большое производство. То есть внимание, какая-то компания, где собственник там просто встал, ушел, да, и забыл про все. Это завод. Это хороший, полноценный завод со штатным, ну, наверное, я так предполагаю, более тысячи сотрудниками. И когда работодатель говорит о том, что… Да, мне, по сути, без разницы, что будет с моими сотрудниками. Я закрываюсь, я ухожу, а что с ними будет, мне без разницы. Я вот этого вообще не понял. Мы что сделали в итоге? В конечном этапе у нас работает часть сотрудников этого производства. Мы вышли через линейных сотрудников. Мы начали передавать информацию из уст в уста, запустили саварафанное радио. Я вообще говорил, дайте листовки. Выдавайте людям листовки, забираем людей. Но вот этот кейс отложился у меня навсегда. Это признак отвратительного поведения работодателя и полной безответственности. Но, к сожалению, он был. Но это все равно некий пример того, как можно искать, да, в данном случае он такой оказался не очень профессиональный, ну, с той стороны, скажем, не приняли этот вариант развития. Но это тоже вариант, как искать нужных вам людей среди подходящих. И вам же дошли часть аудитории в итоге? Да, до нас дошли люди. В итоге у нас, ну, на вскидку порядка 30 человек все-таки работает. Ну, у нас просто больше потребностей в том числе не было. И люди трудоустроенные, люди всем довольны. Они хорошо, ну, как бы, отзываются, слава богу, я в своем предыдущем месте работы. Просто они многого не знают. А доносить им и вот тиражировать вот ту информацию, которая есть у меня, ну, нет такой цели, это неправильно, да. Но мониторить то, что происходит у вас вокруг в непосредственной близости обязательно нужно. Спасибо большое. Это финальный вопрос нашего мини-интервью. Но у нас Игорь остается на сцене. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok